Продолжение предыдущего. Можно мне краткую реплику? Хорошо, совсем краткую только, Сергей Александрович. Краткую. Александр Александрович, насчет того, что словарь и грамматика представляют собой непосредственную данность, по которой мы судим о языке, это совершенно правильно, но я бы добавил третий вид источников, а именно корпуса. Мы судим о языке по его словарям, грамматикам и корпусам. И в последние годы роль корпусов стала выше, чем в предыдущие годы, так что даже некоторые теоретики отрицают значимость словарей и грамматик как информации о языках, что, конечно, представляет собой полемическую крайность, но имеет свои какие-то основания. Дело в том, что создатели словаря языка Пушкина во главе с Винокуром и предыдущие филологи тоже фактически имплицитно опирались на какие-то аналоги корпусов, но эти корпуса существовали в их психике, как в психике начитанных филологов. Дело в том, что всякий начитанный филолог имеет как своего рода корпус в своем мозгу. Я это отмечал в последнее время Алексей Дмитриевич Шмельев, который на основании этого впадает в обратную крайность, а именно в отрицании значимости корпусов. Но я думаю, что с точки зрения реалистической надо просто признать, что словари, грамматики и корпуса. Сергей Александрович, я с вами абсолютно согласен. Но что касается словаря языка Пушкина, то корпусом являлись те тексты, которые указаны и расписаны до одного слова с составителями языка Пушкина. Поэтому все произведения, которые они взяли, и являются корпусом этого словаря. И все словари опираются на корпус каких-то расписываемых текстов. Поэтому корпус – это не нечто новое, а это полуфабрикат, это предсловарь. Это не сделанный словарь. Но для параметрического анализа лексики корпуса на сегодняшний день оказываются непригодны по одной самой важной причине. Пока что не научились компьютерным образом извлекать синонимы из корпусов данных и не научились выделять значения компьютерным образом в корпусах данных. Вот когда это будет сделано, тогда можно будет опираться не только на словари, но и на корпуса. На сегодняшний день такой возможности пока не имеется. Но, как говорится, мы над этим работаем. Спасибо большое, Александр Александрович. Теперь мы переходим к следующему докладу. Мартис Юрьевич Гасун с новой санскритской компьютерной лингвистики. Здравствуйте. Слышно меня? Да, слышно. Я видел. То, что вижу. Видно, все хорошо. Спасибо за представленную возможность. Я бы хотел... Я имею некоторое отношение к корпусам и хотел бы сказать, что словарь и анализ словаря не исключают корпуса. Это предработа, которую я на самом деле веду над корпусами и веду достаточно давно, с 2013 года. Поэтому я допускаю, что я кое-что знаю о санскритских корпусах. Соответственно, и тем не менее, признаю необходимость и словарного анализа. То есть разные инструменты не противоречат на самом деле друг другу. Будут уточненные данные прекрасно. Их пока нету. Их нету нигде в мире. Итак, значит, новое в санскритской компьютерной лингвистике. Значит, есть два принципиально разных пути. Есть желание имитировать размах крыльев птицы. Это один путь. А есть путь создания самолета. Значит, мы не пытаемся имитировать панини, потому что на сегодняшний день компьютер этого сделать не может. Десятилетия разработок привели к тому, что мы пришли в тупик. Поэтому мы не пытаемся воссоздать древнеиндийскую грамматику так, как она была, скажем, создана. Мы пытаемся идти путем застывшей парящей птицы, то есть путем самолета. Это принципиально разные вещи. И я хочу рассказать о том, чем я, в частности, занимаюсь в последние годы и что вообще в мире происходит. Зачем санскриту компьютер? Значит, как уже рассказал Алексей Александрович, есть несколько параметров, которые мы можем замерить. Хоть в рамках словаря, хоть в рамках корпуса. Но осталось несколько вопросов, которые он не успел осветить. Значит, может ли компьютер читать, говорить и понимать санскрит? И вот, собственно, я класть несколько аспектов, связанных с этими вопросами. Для того, чтобы понять, что такое санскрит, мне тоже давным-давно интересны квантитивные показатели. То есть, как получается в сводном списке словарей санскрита 385 тысяч слов. И мне всегда было интересно, как этот океан, как его можно раздробить на какие-то острова. И, соответственно, 8 лет своей жизни я посвятил глагольным корням санскрити. И в дальнейшем сейчас завершена работа над сводным указателем санскритских суффиксов. То есть, соединяя 19 привербов, 850 корней и 300 суффиксов, мы получаем почти все 385 тысяч слов во всех санскритских словарях вместе взятых. Опять же, в словарях. То есть, как бы, потому что любые работы с корпусом, они все равно ведутся через призму словарей. В мире не бывает чистых корпусов, где нет ни одного словаря. То есть, так просто не бывает. В мире 30 миллионов рукописей санскритских. Соответственно, работы хватит еще на несколько лет. Соответственно, нам нужен компьютер, потому что мы стали глупее, в примере, говорю про себя, и наши возможности ограничены. Поэтому компьютер, он не заменяет санскритолога. Но без компьютера современный санскритолог будет тратить очень много времени на достаточно бездарные операции. В санскрите 10500 глаголов. Если учитывать сочетание корней и приставок. В словаре «моня вильямс» и «япты». Примерно то же количество. То есть, опять же, интересно типологические параллели. То есть, независимо от того, кто автор словаря, количество получается сопоставимое. Существует сводный список слов в санскрите. Если брать не нормализированную запись, а в том виде, как они записаны в словарях, получается 430 тысяч слов в санскрите. Если разности орфографии снять, получается 385 тысяч слов. И, собственно, этот список расписан по словарям. Соответственно, он доступен и можно пользоваться уже несколько лет. Помимо того, существует сводный список словоформ санскрита. Несколько сотен тысяч ячеек эксеевской таблицы. Значит, тут показан глагол, тут существительное. Соответственно, конечно, это сгенерировано компьютером и, соответственно, и может, и содержит рожные неточности. Но мы уже 25 лет как идем по этому пути, и, соответственно, есть надежда, что лет через 25 ошибок будет меньше. Было сказано о технологиях распознавания текста. Я этим занимаюсь последние 15 лет. На сегодня самым продвинутым является алгоритм Гугла. И чем хорош Гугл? Что они взаимодействуют с внешними разработчиками. И в частности, ввиду того, что в Гугле работает много индийских программистов, им показалась интересной возможность улучшить степень распознавания санскрита. И вот, собственно, пример того, как из текста Рамайаны можно получить, я бы сказал, изумительно распознанный электронный текст. Еще пять лет тому назад ничего подобного не было. Помимо этого, у нас есть отечественные разработки. То есть 22 разновидности в Сирен-Индийском фонде Института Восточных Рукописей РАН это достаточно нетривиальная задача даже для алгоритма Гугла Тессарет. То есть, если скормить ему рукописи, он их, конечно, не распознает. Разумеется. Это будет фиаско. Но его можно обучить. Его можно обучить. И вот, собственно, два примера таких совершенно разных рукописей, в совершенно разных письменностях. И, собственно, о чем я хочу сказать, что можно распоздавать не только ксиллографы, а можно научиться. Но компьютер не сам обучается от того, что мы ему скормили пусть даже 10 тысяч картинок, а ему нужно помогать. Собственно, на самом деле, дальнейшая судьба компьютерной санскритологии связана с тем, что мы должны объединить усилия добровольцев, то есть краудсорсинг, объединить с возможностями искусственного интеллекта. По отдельности ни тот, ни другой не может ничего. То есть люди по отдельности будут делать много дурной работы, а компьютер будет генерировать еще больше всяких ложных форм, если мы не будем поправлять. Собственно, и вот как раз в Москве находятся руководители этого проекта. Это что касается распознавания. Соответственно, с применением грамматического анализа корректируется на ходу на сервере то, что распознается. То есть это не слепое порождение каких-то юникодных грифов, а это анализ, и визуальный, и анализ грамматический. Последние годы, в частности, я занимаюсь оцифровкой словарей. Я издал пять лет тому назад слова Фриша, и буквально недавно с помощью добровольцев мы их распознали. Распознали разные словари. В частности, перед вами слова Фриша. Восемь тысяч слов. Много это или мало? Это достаточно для перевода учебных текстов. Поэтому дело не в размере словаря. В Монне-Виллиамсе почти 300 тысяч слов в развернутом виде. Но при этом в корпусе Оливера используется 90 тысяч. То есть из них большинство один раз. То есть на самом деле актуальный словарь, он гораздо меньше. То есть порождать какие-то количества, которые даже в корпусах не засвидетельствованы, это весьма дурная затея. Собственно, перечисленные словари были полностью оцифрованы, и они доступны. Дальше есть частичная оцифровка. То есть когда к разрезанным картинкам присваивается, ну, скажем, заголовок или некоторые грамматические характеристики, то есть словар, этимологический словар Майрхофера в трех томах, ну, его сложно так сходу распознать. Поэтому пока вот в виде такой полуоцифровки. Тут перечислены словари, которые доступны в виде картинок, галереи картинок с заголовками. Помимо оцифровки, в компьютерной среде есть определенные преимущества, которые могут дать нам новые инструменты, которых не было в бумажных словарях, оригиналах. И вот один из таких разрезов, где можно помочь, если человек не знает, что он ищет, это попытка понять, что же на самом деле хочет найти человек. И не только в Южной Индии люди записывают санскрит совершенно диковинными способами. И у нас находятся умельцы. И вот на все вот это можно придумать алгоритм, который тем не менее пытается понять, а что же имелось в виду. И, соответственно, исправляет какие-то лишние буквы, которые вставились, или не хватающие, или человек не распознал окончание и вел с окончанием слова, и это окончание отрезается. Соответственно, есть разные уровни помощи. Есть просто альтернативные транслитерации. И они, в частности, в Индии, весьма распространены. Есть просто путаница в терминах, когда передаются книги, и из книги в книги путешествуют какие-то совершенно диковинные, якобы санскритские слова, к санскриту имеющим весьма условное отношение. Так вот, есть инструмент, значит, на сайте кёльнских словарей он называется Simple Search, и он решает эту задачу. Вы вводите чепуху, а получаете санскритское слово. Собственно, то, о чем я вам уже говорил, морфологический поиск. То есть не обязательно только ДЕВА, ДЕВЕЙНА, тоже вполне распознается. И, собственно, буквально две недели тому назад был добавлен новый функционал, и теперь, если вы обратите внимание, отсылки к Ригведе, от Харваведе и Панини, они перелинкованы. То есть мы постепенно движемся к тому, чтобы словарь и корпус, и грамматику срастить вместе. Нет-нет, мы подозреваем о существовании корпуса, но мы не забываем о существовании хорошо проработанных словарей, потому что голый корпус, он тоже достаточно бесполезный. Соответственно, наша задача – это срастить их вместе. И в мире никогда не делалось, даже не предпринималась такая попытка, потому что это весьма трудозатратная затея. Соответственно, теперь мы видим, что словарь получает функционал, совершенно новый функционал, который изначально в нем как бы был заложен в неявном виде, а теперь он проявлен. Соответственно, мы можем добавлять не только параллельные санскритско-русски какие-то отсылки, то есть у нас есть три английских перевода от Харваведы, у нас есть немецкий. Нам не обязательно ограничивать себя в количестве альтернативных переводов. И вот, собственно, претенденты на перелинковку в словаре Моня Вильямсен. Соответственно, с Ригведой все достаточно легко технически решается, как и от Харваведа. А вот, например, с Рамайаной или с Махабхаратой уже проблем побольше. Потому что на момент издания, второго издания Славарем Моня Вильямса были другие издания, значит, Рамайаны и другие издания Махабхараты. Не те, которые сейчас существуют в электронном виде. Соответственно, потребуется разработка правил пересчета. И на сегодня таких правил, такого электронного конкорданца нет. Но в дальнейшем моя задача сделать так, чтобы кёньские словари умели разговаривать и с Махабхаратой, и с Рамайаной. И, собственно, одна из вещей, с которой мы еще не начали работать, над Катхасары Цагара. То есть, для того, чтобы у нас был не просто какой-то выборки, какие-то отдельные выписки, а чтобы у нас был большой, крупный корпус, и чтобы нельзя было сказать, что вот вы взяли там что-нибудь не то, а на самом деле надо было взять то. То есть, мы берем крупные произведения в первую очередь, и, соответственно, этот вопрос должен отпасть сам собой. И, собственно, параллельный корпус. То, чем я занимаюсь с 2013 года. Значит, Ригведа, Тхароведа, Рамайна, Махабхарата и Океан Сказаний, над которым мы еще не приступали. Вот перед вами Рамайана. Таким образом расписаны первые три тома Рамайаны. Значит, когда в следующем году выйдет четвертый, будет, соответственно, сюда добавлены четвертый, и когда мы завершим перевод пятого тома, сюда же ляжет и он. То есть, мы уже сегодня можем искать в этом корпусе. Да, здесь есть свои проблемы с разметкой, есть ошибки, но тем не менее им можно пользоваться. Вот, собственно, образец того анализа и русского текста библиотека Ди Павлов и, собственно, санскритская разметка Оливера, которую мы соединили, которую мы соединили вместе. Это весьма интересная вещь, она пока не публиковалась, но тем не менее я считаю, что с этим будущее. Корпус не создается в одиночку. У нас много добровольцев, в частности, Анатолий и Буреева Ангелина, они сделали, они потратили много, сотен часов для того, чтобы корпус ожил. То есть, такого корпуса нету нигде. Ни в Америке, ни в Германии, ни в Великой Британии, нигде. И, собственно, в чем проблема с самодевой, в частности? Самодева в русском переводе разбит на абзацы. И нам надо найти, какой абзац, какое место, какого абзаца соответствует изначальной санскритской эшлоке. И эта задача решаема только на уровне корпуса, когда мы оперируем именными сущностями и находим соответствие. С морфологической разметкой все было не так просто. Некоторые русские слова анализаторам воспринимаются как санскритские, некоторые санскритские как русские. Например, кал, хотя в оригинале было санскритское слово кала. Соответственно, есть проблемы, но эти костыли, они решают многое. Буквально, опять же, недавно появился вкрапление синтаксической разметки. То есть, помимо морфологической разметки, доступны некоторые проблески синтаксической разметки. Мартис Юрьевич, вам долго еще? Пожалуй, все. Я могу в любой момент. Хорошо. Давайте тогда остановимся. Вот пара коротеньких вопросов. Просто у нас, я понимаю, что немножко сдвинулось все из-за технических сбоев, но хотелось бы более-менее, ну, в общем, ненадолго задерживать. Так что, если есть какие-то короткие вопросы, можете задать. Мартис Юрьевич. Так, если нет, то тогда мы перейдем просто к следующему докладу. Значит, Анна Александровна Смирницкая, моделирование лексики,